Ну, я спал здесь и мне сказал, что идите в автобус, там отдыхайте, здесь не комната отдыхать. Я говорю, это что, не комната отдыхать? Она говорит, не знаю, давайте отсюда. Иначе ночью мы гоним. Так будто я приехал, у меня дома нет, отдыхаешь здесь, типа. Вы водитель? Да, я водитель. И вам не разрешили здесь отдыхать? Да. Почему? Это же для вас сделано. Ну вот, вот это спросите, есть женщина такая толстая, в очках, вот это не разрешило мне отдыхать. Хорошо, будем разбираться с этим. Да, почему я не отдыхаю. Хорошо, какой маршрут у вас? 812. Давно работаете? Да. Тяжело работать, условия нормальные или что-то? Условия нормальные, работаем. В 4 утра встаете, да? Иногда в первую смену, да. В 4 утра встаете, да. Иногда в 2-ую смену. В 2-ую, да. Автобус, автобус новый или уже, как говорится, в годах? Как изношенность автобуса, техника, как? Ну, как, старый автобус. Старый автобус, да? Как он обойдется. Сколько лет? А, вы на подсадке работаете, наверное, да? Почему? Свой автобус? Как у всем дают. Свой, да? Ага. Сколько лет автобусу? В смысле, свой? У меня свой автобус. Не, я имею в виду, вы закрепленный за ним, да. Закрепленный пока нету. Сколько лет автобусу? Уже давно. Пробег какой? Пробег какой? 500 тысяч. 500 тысяч, полмиллиона. Это много, да. ТО-1, ТО-2 нормально проводят по качеству? Да, да, да. Все нормально, да? Рулевое, тормоза, поворот. Все, что без этого никто не выпустит. А скажите, еще была проблема, много жалоб приходит в Мосгордуму. Вот были случаи, когда водители наказывали тем, что с их зарплаты высчитывали денежные средства, якобы за пережег топлива. Вот у вас такие случаи бывают или нет? Ну, есть такие вот писатели. Есть такие, да? Писали недавно. Писали вы, да? Даже в начальной колонии. Вопрос пока не решился, да? Ну, да. Хорошо. Скажите, какие еще пожелания, пожелания, вот, чтобы мы смогли каким-то образом сослаться на мнение представителей трудового коллектива? Пожелание как город Москва. Это показательный город во всем мире. Да, да, да. Конечно. Не должен быть уже вообще-то старые автобусы. То есть подвижной состав нужно менять на новый, да? Конечно, а как же? Все, ладно, нормально. Мы вас поняли. Спасибо. Спасибо. Весь комнат отдыха получается только два помещения. Там же наверху еще помещение шикарное большое. Не знаю, даже на верху таблицы. Сейчас только два у вас получается. Это и два стекла. Я не понимаю? Вот это столовая. Не холодно вам, кстати, осознений нет. Почему-то радиаторы есть, но они холодные. Вот мы, допустим, заходим. А, туда вот, в ходком, да? Вот там сейчас женщина дежурит. Вот эта женщина и мужик, это нормальные люди. А тут одна, откуда она взялась, говорят, раньше уволили диспетчером, работали, или кто-то, или ненавидят водителя, или я не знаю, в чем дело. Ну, плохо относится, да? Покушать разрешают? Да, да, конечно. И крем, и воды, и микроволновка, все нормально. Мы верно понимаем, да, что у вас всего две комнаты. То есть, вот эта вот комната отдыха для разгрузки водительского состава, психологической разгрузки, а эта кухня. То есть, других помещений больше нет у вас? Не пускают? Другие, там, есть на верху область, но мы туда даже не поднимаемся, на что не пускают. На второй этаж вообще не пускают? Не, не пускают, просто не будут заинтересоваться. Не, ну здание-то серьезное. Да, здание, вроде, в городе, в городе, в стране. Его нужно, как говорится, отдавать под пользование водителям, чтобы отдыхать можно было, пообедать культурно. А это только вас не пустили в прошлый раз, или есть? Всех водителей так не пускают? Не знаю, у меня почему-то она, она всегда такая агрессия вызывает на всех. Она постоянно на всех, и это, типа, я не знаю, она все, цель не там сидеть, ногу за ногу, ничего не хочет делать, и нас не пускать. А какая должность у этой женщины, какая должность, которая плохо к вам относится, к водителям? Вот эта женщина, там ее есть, она лучше знает. А она сейчас там, да? Не, она ей не идут сегодня, она завтра держит. Хорошо, хорошо, хорошо. Ладно, я думаю, давайте поднимемся наверх, посмотрим, что наверху. Так, это у нас что, служебное помещение? Так, что тут у нас служебного? Обогреватель. У меня есть впечатление, что это служебное помещение для работников данной конечной станции. Ну, наверное, кто-то должен здесь находиться, содержать. Так, сейчас мы поднимаемся на второй этаж. Хорошие здания, современные, отделанные. Только не отапливаются почему-то. Да, но вот почему-то здесь очень прохладно. Все закрыто. Прохладно, все кабинеты закрыты, не используются. Непонятно почему. Вложены деньги, здание стоит пустую-то, а водители не могут отдохнуть, сидят в кресле. Вот туалет. На первом этаже сидит водитель в кресле. Якобы отдыхает. На самом деле условия, конечно, не созданы. Валерите, нет воды вообще. Батарея не работает, да? Валерите, нет кондиционера. Кондиционер. Не вижу кондиционера. Нет кондиционеров, наверное, да? Не видно. Так, а отопление, наверное, электрическое? Да, отопление электрическое. Не работает. Так, это у нас душевая. Угу. Ну, вообще нормальная, так сказать, ситуация с этой станцией. Ее просто нужно запустить в эксплуатацию. Странно, почему она не работает. Судит даже, как зашли, что прохладно. Да, чувствуется прохладно. Сырское. Хорошие помещения. Если она не будет отапливаться, она гниет само по себе. Почему не эксплуатируется, странно? Почему? Да, конечно.